Как тебе, во-первых, я в роли ведущего? Под экстази. Ты будешь? Ты был под экстази? Я кокаина боев. Понимаешь, что девчонки, которые смотрят и которые, например, встречаются. Ладно, женщинам лесбиянство я прощаю. Ребята, это реально кайф, попробуйте. Можно остаться тупой шлюхой. В каком смысле переведите. Всем привет, Петя любит выпить, опять с вами, с тобой лично, вот я здесь и со мной резидент стендап клуба номер один, хранитель самого важного в пора разбираться, обожатель кожаных курток, Леша Квашонкин. Алло, алло, да, архангельских детей специально для этого вырастили. А сейчас, ребят, водички попьем. Я сейчас член туда макну, дождался, молодец, Лех. Как вам такой маркетинговый ход? А сейчас просто продолжаем передачу. Мы сегодня снимаем вечерний, прям ночной выпуск. Ты с работы, я с работы. Поэтому я предлагаю прям сразу сначала намахнуть водки. Ну не просто так, а за рождение твоей дочери. Это будет шот, который называется Малевич. Мед, соленый огурец и водочка. Все это выглядит, как будто бы ты уже несколько часов хотел выпить. Я просто пью все время, всегда, каждый день, я алкоголик. Ты фактически уже не алкогольник, ты принял проблему. Стоп, разбираемся, тогда кто я? Ты, видимо, алкоголик-экзистенционалист. Красиво. Я понял тебя, давай выпьем. Слушай, я честно говоря, я все понимаю. Но я просто смотрю на это, я вот сегодня дома Навальный с утра, когда взял чай у кого-то. Это, кстати, ужас вообще. Это вообще полный просто пиздец. Ну да, вот как раз выпуск выйдет тогда, когда надеюсь, что ему будет уже лучше и все пройдет. Ты слышал, как он орал в самолете? Да просто пиздец какой-то. Но сегодня все без последствий, тем более водочкой все. Кайф. Ребята, это реально кайф. Попробуйте. Выглядело как ублюдство, а на вкус отлично. Поэтому, если ты захочешь в любой момент до коктейля когда захочется выпить, просто говори Петя шотик и все будет. Петь. Шотик? Вообще наизяк. Давай за знакомство. Давай за знакомство. Приятно. Я не могу тебя не спросить про Сашу, про твою дочь. Мне интересно какой ты батя. У тебя нет детей? Нет. Сколько? 35. То есть в любом случае ты как 35-летний человек задумывался, что если будут дети, а когда будут, а будут ли? Да, у меня даже был случай, когда они могли произойти. Но мне было 15. Сейчас я уже думаю надо было брать. Это возможность хвататься. Можно было бы сейчас уже сына пристроить. Ты прикинь, я каждый раз думаю об этом. Потому что мне было 15, соответственно в 35 ему 20. У тебя бы уже внуку было пять. Ну если сын в тебя прям. Да-да-да. У вас же давно не было проразбираться. И дело в том, что кое-кто очень сильно соскучился по этому проекту. И этот кто-то авиасейлс. Поисковик дешевых авиабилетов. И в этот раз будет рубрика от авиасейлс. Пора разлетаться. Смысл в том, что сейчас можно попасть только в три страны официально. Нас принимает только Турция, Великобритания и Танзания. И я нашел три новости из трех разных стран. Начнем с простенького с Турции. Новости. Да-да-да. Ты знаешь, что делать, я думаю. Туристка из России рассказала о ужасах в турецких отелях. Российская туристка за один день пребывания в Турции столкнулась и с прорывом канализационной трубы, и с пожаром. Ее дословные слова. В номере произошла какая-то фигня с канализацией. То ли прорвало, то ли что. В итоге номер нам поменяли, пришлось заново собирать чемоданы и переезжать. После того, как инцидент с затопленным номером был исчерпан, девушка отправилась на пляж и настроилась на отдых. Но не тут-то было. Загорелась зона барбекю. Пришлось вызывать пожарных и ждать, пока они потушат. Ну это же выглядит, как обычный день на даче. Как я говорю, я тоже не понимаю. Любая российская дача и как бы все. Правда не знаю, что в Турцию ездят люди туда в таком количестве. Сейчас просто в Турции те, кого вообще, кто там быть не должен. Поехали все вообще в Турцию. Ну ты поехал в Турцию? Нет, я здесь. Я работаю. Я тоже работаю. В надежде, что заработаю пока денег. На Турцию. Я надеюсь все-таки что-нибудь откроется нормальное. Мальдивы? Ну или Египет там. Давай тогда к новости Великобритании, она поинтереснее. Британские бездомные получат новые мобильники. Здесь новость, она вообще состоит из двух частей. Первая часть это то, что принц Уильям самостоятельно решил переночевать около мусорных баков и провести ночь просто на улице. В общем, Уильям остался ночевать на улице при минус четырех градусах, мороза в окружении мусорных баков. Рано утром принц завернул в хостел для бездомных в Сохо, где принял душ перед завтраком. Ты думаешь, что он так сделал? Может быть ему спрятали шнур от компьютера? И он потиханул? И он потиханул, расстроился и ушел. Я буду ночевать, обо мне напишут вся пресса. Чтоб тебе было стыдно и все газеты. Принц Уильям ночевал на улице и действительно краснеть приходится. И он, в общем, переночевал и пришел домой такой. Ребята, этой ночью я проверял бездомных. И знаете, что я обнаружил? У них отвратительные мобильники. На самом деле выглядит это именно так, потому что дальше в период карантина из-за пандемии COVID-19 бездомным Британии предоставили возможность пожить в столичных отелях с целью самоизоляции. 300 номеров выделила Великобритания бомжам. Мне интересно два вопроса. Как выбирали 300 человек под эти 300 номеров? Я думаю, что это все-таки 600 человек минимум. Ну окей, как выбирали эти 600 человек? Я думаю, вот как было. Сколько телефонов? 2500. Всего было 3100 бездомных. 600 из них дали номера в отеле. Но понимали, что это так себе радость, если ты не можешь поделиться с друзьями. И у них в отелях есть телефоны? А тем бомжам, которые остались на улице, нужно купить мобильники, чтобы бомжи могли звонить им и рассказывать, как им нравится в отелях. Я предлагаю закончить мысль, дойти до Танзании. В Танзании отец 30 детей обнаружил редчайшие драгоценные камни. И бедный шахтер стал мультимиллионером после того, как обнаружил два самых больших танзанита из когда-либо найденных в мире. 52-летний Санину Курьян Лайзер нашел редчайшие камни весом 10 килограмм и 5 килограмм. До этого момента самый крупный танзанит, который давалось найти, весил 3 килограмма. Он пошел к правительству, взял у них 3 миллиона долларов. Они у него выкупили этот танзанит. Он пообещал в честь этого события устроить большой праздник, построить торговый центр и школу рядом с своим домом. Слушай, не знаешь, что такое танзанит вообще? Танзанит это камень, который можно найти только в Танзании. И если вдруг его находят где-то в другом месте, то границ Танзании меняют, чтобы он тоже попадало, правильно я понимаю? Да. Я думаю, что просто это вот такое было. И он когда приходит, у него с этими двумя камнями, они еще в кейсах, в чемоданах, а к чемодану на наручник пристегнута кисть человеческая. И у него спрашивают, а где ты взял эти танзаниты? Он такой, я их нашел, вот, да, нашел. Тут не очевидно по моей интонации, что он врет. Ты так смогуешь? Ты нашел огромное количество драгоценностей и пошел к государству. Понимаешь, это же Африка, он не понимает, куда ему идти. Он нашел самые два драгоценных. И он первый, куда пошел, это в ЖКХ, наверное. Здрасте, я хотел заплатить за воду и еще нашел 15 килограмм танзанита, двумя кусками. Давай выпьем. Если тебе нужны дешевые билеты, то ссылка в описании. Что, за Россию? Да, давай за Россию, за русских. Ты пошел в стендаперы, с 2011 ты уже занимаешься собственным материалом. Наверное, с 12-го, так что прям занимаюсь. С 12-го года, 8 лет ты занимаешься стендапом. Ёб твою мать. И ты, ты Comedy Battle выиграл? Нет. Слушай, там было странно очень с финалом. Они меня не стали скидывать. Светлаков оставил эту штуку не дёрнули. Они минут пять поразглагольствовали и в конце Воля говорит, когда понял, что заебалась ситуация. Он говорит, ну я понял, в общем, вы не хотите его брать в финал, но сбрасывать тоже не хотите. Давайте сделаем особенный случай, не будем его сбрасывать, все похлопаем и пожелаем удачи в карьере. И они меня проводили, похлопали, я такой думаю, ну прикольно. И там не участвую, и вроде как не проиграл, а они потом просто это не показали. Хорошо, с тобой так происходит, на тебя сидит и прямо гонит Гарик. Стоит талантливый парень и у него есть потенциал и мозги, и он все равно несет чушь упорно. Все равно можно делать все деликатнее, аккуратнее и так далее, а там было прямо. Дело даже вообще в том, что неправильный формат передачи выбран. Они сделали так, как будто бы в этой передаче выбирают, кто смешной, а кто не смешной. А по факту это даже не всегда соответствует. Они же выбирали себе людей в свою передачу, которые им нужны по формату. Ну конечно, конечно, мало кто уважительно относился. Если интересно, вот из всех этих людей на тот момент, ну воля интерес проявлял всегда к общению с молодым. Он сам помоложе, чем все. Он видимо сам себя чувствовал. Это удивительно, что Паша воля, человек, который создал свою карьеру на том, что он самый негативный, такой гнусный человек. Он оказался в полной противоположности в личном общении, потому что я тоже с ним пересекаюсь. Он вообще там был таким демпером, знаешь, на комедий баттле, ты уходишь со сцены, я там стоит в уголке за сценой, Паша курит и успокаивает тех, кто ушел. То есть, как будто бы не входит в его обязанности. Это сейчас такое причем, что реклама Паши воли просто идет сейчас. Ну, со стендапом у него не очень складывается. На мой взгляд. Весы должны быть плюс-минус, все нормально, все сработало. Еще из этих вот ребят напыщенных, хороший парень мне показался Слепаков. Ну, потому что тоже хотя бы на уровне зайти ко всем в гримерке, спросить, как дела, пожелать удачи. Это очень важно. Сразу другой настрой всем участникам. И я не знаю, как сейчас ведет дела Дуспухаметова Вячеслав, потому что я с ним давно не общался очень. Но тогда, когда был Comedy Battle и вот он, грубо говоря, там было 150 человек на Comedy Battle, всех знал по именам, всех сам отредактировал. И в результате за все три этапа всем заплатили, то по пять тысяч, то по десять. Хотя никому ничего не обещали. Тебя телек вообще не интересует? От меня телек выбил вообще. Я вообще ничего не увидел из того, что хотел там увидеть. Мы сейчас говорим про двенадцатый-тринадцатый год, чтобы я понимал. Тогда я тоже хотел что-то увидеть, а все хотели увидеть что-то от телека. Хотели увидеть от телека, но тогда уже начала появляться эта альтернатива в целом. Ну, как он супер underground. Слушай, тогда, когда мы начинали этим заниматься, там особо и не было речи о том, что мы сейчас работаем на этом и станем миллионерами. А к тому же сразу же после этого один из участников, который тоже, насколько я понял, не попал на ТНТ, нас всех позвал в проект на СТС. Вот, я как раз к нему и хотел перейти. Вопрос, что ты туда пошел? Антон Борисов тогда это делал. Он нас позвал в этот проект. Нам тогда предложили деньги, типа там зарплату. Короче, есть первый выпуск. Я просто сейчас зрителям скажу, что не смейте его смотреть, потому что это полный пиздец. Мужчины и женщины по-разному воспринимают одни и те же слова. Любовь. Для женщины любовь это... А для мужика любовь, ну, слово. Самое главное, что еще привезли несколько англоязычных комиков. Да. И в том числе несколько хороших. Да. И сняли все равно плохо их. Они выпустили три или четыре выпуска. В которых ты вообще не был. Я снялся, по-моему, в первом сезоне в трех или в четырех выпусках, но, видимо, это был не первый, не второй и не третий, а после этого их сняли с эфира и все остальное просто осталось лежать там навсегда. Поэтому меня нельзя найти там. А почему ты все еще висишь на сайте СТС? Ой, слушай, а почему на сайте президента России до сих пор висит страница для детей там, где написано, что если в своей стране вы слышите о президенте только хорошее, значит, ваш президент не справился с задачей. То же самое, просто они долбоеба не убрали. СТС была твоя последняя попытка заниматься вообще и уходить в телевидение и дальше уже... Почему? Мы вообще-то сделали еще шоу на Paramount Comedy, переходное наше шоу от телевизора к интернету. Но потом как будто бы YouTube креп, и мы крепли, и мы такие, да и пошло нахуй. Там была цензура тоже в Paramount Comedy, вас тоже корректировали или нет? Они корректировали на монтаже, вырезая что-то и заранее нас предупреждали, какие темы точно не подойдут в эфир. А сейчас в стендап-клубе номер один на YouTube что-нибудь когда-нибудь кем-нибудь вырезалось? Ну вообще стендап-клуб больше площадка для размещения творчества, а не площадка, которая отвечает за контент, который на ней выкладывается. На стендап-клуб вообще никогда не было никаких редактур. Хорошо, если про стендап-клуб номер один, назови трех стендап-комиков, которые реально подают надежды в стендап-клубе номер один, о которых сейчас мало кто знает, но ты такой блин, вот это кайф. Есть Артем Кланторян. Смешной парень очень, не так давно я его сам узнал. Нравится мне следить. Ой, сейчас я смеялся на съемках над Мишей Кострицовым. Хорошо, имена и фамилии есть. Давай выпьем. Давай выпьем. Как часто пишешь ты материал в измененном состоянии? Я скажу, что в измененном состоянии тебе могут прийти хорошие мысли в голову, а шутки все в итоге будут не смешными. Конкретно про измененное состояние. Ты под пивом можешь выступать для пьяных, они тебя поймут, ты сориентируешься и вот тебе ответ про другие измененные состояния. Вряд ли ты найдешь публику, которая будет... Обкуренная вся. Об что угодно. И поэтому по большому счету, где ты нашел мысль абсолютно неважно, тебе в любом случае придется ее дописывать и вывозить трезвому. Иначе она не сработает. Есть без имена и фамилии ребята, которые делают это только под состояние, под экстази, я не знаю, под ЛСД. Конечно, ты представляешь этого чувака, который такой бля какой огромный микрофон. Ладно, под кокаином можно написать материал. Я не знаю, я сам противник именно вот последнего из-за личных отношений со своими друзьями. Я прям так тебе скажу, я кокаинобой. В смысле, я имел в виду от слова бить кокаин. Ну да, у меня был с друзьями и не один друг, которые настолько сильно и неуместно него прям этим увлекались, что много мне сожгли нервов. Но я тебе честно скажу, нет, я не знаю хорошего комика, который выступал бы в таком состоянии. Ты помнишь вот это видео? Сегодня я научу вас драматизировать в абсолютно любой жизненной ситуации. Делайте паузы. Делайте паузы, вздохи между словами. Повторяйте концовки предложений по два раза. По два раза, слышите? Я хорошо помню это видео. Теперь мне нужно, чтобы мы с тобой сделали мини-рубрику Всемирный конкурс драмы имени Квашонкина. Я тебе буду давать ситуацию, а ты будешь их драматизировать. Я просто... Я просто не понимаю, почему. Ладно, давай просто начнем. Первая ситуация. У тебя кончилась туалетная бумага. В смысле? Да почему кончилась? Я же тебя просил. Я просил тебя. Нет, подожди, но я все делаю. Я же все время, что ты просил, я не сделал. Нет, ну я серьезно. Ты просишь это, я делаю. Ты здесь, я здесь. Я тебе одну вещь... Да хотя знаешь, что это вообще абсолютно все неважно. Просто когда ты, да, знаешь что, все. Следующая ситуация. 10кс в пятерочке работает только одна. Я вот что-нибудь понимаю, Петь. Вы не могли бы подальше подойти? У меня просто клиенты. Петь, ты послушай, я просто... Петя. У меня здесь видимо написано Петь. Да, Петь, послушай. Ну просто, ты же делал шоу. Ты же готовился, Петь. 10кс в пятерочке работает только одна. Подумал тему, на которую, на которую можешь драматизировать и придумал 10кс. Да я ж просто... Я... Хороший слон, ладно. Ну все, у тебя Саша обделалась. Санек, слушай, братан Долгополов, скоро выпуск начинается. Ты приводи себя в порядок и пойдем, пожалуйста, уже там Гарик со драком ждут. Давай, соберись. Ну я не могу. Ладно, хорошо. Мы выпили водку и переходим к коктейлю, который называется пастек, то бишь watermelontini. Мы берем 150 граммов арбуза, мы берем мадлер и собственно все это выдавливаем, чтобы получился арбуз. Туда же добавляем 40 миллилитров водки. Дальше берем арбузный сироп по 10 миллилитров, собственно кидаем двадцатку. И берем сахарный сироп, тоже двадцатку по 10 миллилитров на коктейль. И сок лайма 30 миллилитров. Просто делай вот так. Отлично. Не-не-не, аккуратно. Я держу плотно. О, смотри, вот так бесшумно получается. Так и надо сделать. Все супер, ты молодец, ты красавчик. Не надо переделывать заново, пожалуйста. И теперь для того, чтобы все это украсить, таким образом Как говорится, проводим это лето, правильно? Это слово охуенно. Я не могу его даже заменить. Почему в инстаграме от тебя мало информации о твоей личной жизни и вообще какой-либо? И самый главный вопрос, почему у я не знаю ни одного стендап-комика, который реально ведет инстаграм нормально. Именно от вас люди ждут, когда вы закинете какую-то интересную мысль. Дело не в фотографиях модельных, а именно в мыслях. Но ты понимаешь, что у меня каждый пост вышел под давлением. Отличие жанра в том, что он искренней. Как только ты начинаешь писать текст и кому-то что-то рассказывать, это сразу выглядит как смех панорама со второго канала. Эти мысли нужно смотреть в инстаграме, на открытых микрофонах, в среде обитания комиков. Это же все интроверты, которые общаются с минимальным количеством людей. Им не хочется делиться, что у них там с женой, что у них как там. Вот этот вот момент, сам сольный концерт, это и есть акт максимального общения комика со внешним миром. Вот, вот это меня тоже немножко обижает, потому что чаще всего большинство стендаперов абсолютно отделяют себя от благосферы вообще. Но вы же тоже часть благосферы, причем одна из основных. Я могу ответить за две категории комиков. Есть категория комиков, которая очень узко воспринимает это понятие и блогеры и стендаперы. И для них самое главное отличие в наличии публики живой. И здесь большую роль сыграл, например, тот же Хованский, записывая огромное количество стендапа, который в интернете смотрели, но который как бы не имел вообще шансов на существование при живой публике. И именно он для какого-то большого количества комиков провел вот это четкое разделение на блогеров и не блогеров. А остальные комики, я думаю, себя отделяют как раз по той причине, что суть блогера является в том, чтобы ты выворачивал себя на показ всем остальным. С самого начала это выглядело, знаешь, чем больше всего разным. То, что стендапер очень долго приходит к тому, чтобы его начинали слушать люди. И это достигается за счет того, что ты должен быстро создать хорошее первое впечатление. И поскольку ты все, что говоришь, отрабатываешь с живой публикой, ты вообще не имеешь права ни с ней хуйню. А когда ты блогер и сидишь перед камерой в одиночестве разговариваешь, ты можешь говорить, что хочешь. От этого всегда качество сильно снижается, никто за ни за чем не следит. И, конечно, отсюда возникает желание дифференцировать себя с людьми, которые не готовились. Есть Даня Поперечный, который собирает стадионы. Как бы ты не относился к нему как к стендап-комику, он работает и живой. Потому что у него есть блог. Тяжело, грубо говоря, называть блогером того, кто ведет блог. У Поперечного нет блога. Да? Да, Даня не ведет. А, у него сериал есть, а не блог. Вот видишь, у вас общая тенденция не любить Даню. Никто даже не знает, что надо заниматься. Почему никто в мысли не любить Даню? Нет вообще такого. Это какие-то такие, знаешь, размытые. Поверхностные, да, очень? Да, это размытые от этого. Я Даню на самом деле сделал много для популяризации стендапа. Пока это не чувствуется, потому что он действительно молодую публику собирал. Но они скоро вырастут. Я думаю, что знаешь, что Даню не очень любят стендаперы за то, что он немножко изолировал себя и, пользуясь как бы тем, что у него есть большая аудитория, начал немножко работать в вакууме. И я так насколько понимаю, это больше благодаря Питеру, чем благодаря личности. Давай поговорим про пора разбираться. Ты идейный вдохновитель, пора разбираться. Насколько я знаю. Ну, здесь знаешь, в чем скорее заслуга моя? В том, что мне было очень интересно и было не насрать. Грубо говоря, идея того, что пора снимать пенел какой-то, наверное, год в клубе на устах была у всех. Мне показалось, учитывая, что я смотрел огромное количество разных интервью с тобой, с ребятами, как будто бы в каждом интервью есть такая конечная мысль, что, ребята, это нормально, что состав поменяется. Мы достаточно раз пошутили над новостями искренне. И ты можешь по выпускам пора разбираться, проследить момент, как ребята там потихонечку меняют свои отношения. В каком-то выпуске можно найти момент, в котором и Драк говорит, ребят, все, пора разбираться, на этом закончилось. Дальше начинается пора разбираться в конвейер. Это тот момент, когда и Драк почувствовал, что все одно и то же. И вот на данный момент есть книжный клуб-шоу, которое способно вместить всех тех же людей плюс новых людей. Не надо воспринимать это как замену. Просто если тебе нравился Парарос, то тебе точно понравится то, что происходит сейчас. Гарри Поттер и философский камень. Эта книга учит нас тому, что единственное, что может спасти человека от мастурбации, это волшебство. Мне кажется, когда подрачуешь, что слабый патронос очень у тебя. Просто на данный момент это факт, на данный момент пора разбираться не снимается, а все талантливые ребята, которые в этом участвовали, заняты другими шоу, которые, я уверен, будут не хуже, чем пора разбираться. Но снимать это на данный момент пока что больше невозможно. Вам не понравится, если мы будем снимать. Вы будете такие типа, блять, ребят, что-то все одно и то же. Как только будет хоть что-то новое в это добавить, чтобы вам было интересно, мы снимем. На Роузбаттле с Долгополовым в девятнадцатом году вас судил Нурлан Собор. Ну как судил, это все символически, но сидел в жюри и тогда ты очень так поднаехал на Нурлана, кинул какие-то панчи и так далее. Да ладно, хорош, там невинная шуточка какая-то была про Нурлана. Но это все равно, ты немножко подзадел чувака. Ну блин, рост. Нурлан, тебя просто всегда уважал как комика, очень рад тебя видеть. Или не рад? Шучу, шучу, на самом деле рад. Нет, нет, на самом деле не рад. Что, Нурлан, не очень смешно? Вот и нам не очень смешно. Продолжая мысль на вписке, ты сказал, я бы не рекомендовал сольные концерты телевизионных комиков. Вот недавно я смотрел выступление Нурлана Собурову. Что я вижу? То, что человек рассказывает про себя каждую секунду, насытив шутками. Так как это нужно делать на телевизоре. А когда тебя перестает переть от маленьких простых шуточек, которые расставлены через каждые пять секунд. И ты начинаешь смотреть на этот сольник, как на одно большое произведение и хочешь еще ничего узнать. Это получается, как супер тупая книга. Что, блять, у вас нурланцев? Что за отношение к Нурлану Собурову? Блять, здесь Нурлан, вот в данном монологе, я говорю про телевизионных комиков. Здесь Нурлан... Ну ты приводишь пример Нурлана Собурова. Ну блин, видимо Нурлан заслужил то, чтобы быть апофеозом телевизионных комиков на данный момент. Здесь мысль в том, что когда ты работаешь на телевизоре, тебя либо не выпустят, либо сделают из тебя говно, в котором ты должен шутить через каждые пять секунд, как клоун. Твой любимый телевизионный комик. Ну из телевизионных, наверное, и Драк. Он самый телевизионный. Ну окей, ладно, давай продолжаем мысль. На левел коми тебе кто-нибудь нравится? Блин, ну не знаю, короче. Давай, а Щербаков, Леш, что? Ну не, просто хотел про Щербаков, потому что, ну ладно, неважно кто, ну вот пацаны. Леха вообще мне в этом плане, он из всех комиков, кто когда-то был в стендап-клубе, а потом ушел куда-то, он в этом плане самый честный человек. Он изначально, в отличии от всех остальных, придерживался такой позиции, что ребят, я вот знаю, что это ТНТ есть стендап, очень туда хочу попасть и если пока я не там, я вам здесь пригожусь, я у вас пока повыступаю. То есть Леша Щербаков это вот. Если мы говорим про лейбл ком, то наверное Леха, но я честно тебе скажу, что мне не очень нравится, куда у Лехи Щербакова пошло направление как бы мысли его в последние годы. Как будто бы заметно, что человек пишет не столько, сколько у него написалось, а столько, сколько нужно написать. Грубо говоря, ты знаешь, над чем этот человек посмеялся бы сам, потом представляешь, что ты рассказываешь ему шутку, которую он сейчас рассказывает со сцены и ты точно знаешь, что он не смеется над ней. А ты вообще воспринимаешь сейчас людей, как людей, которые могут вообще рассказать хорошую шутку или у тебя промо деформация? Сразу, конечно, думаю, это написал, потому что времени не хватало. То есть ты уже не можешь смотреть просто как обычный зритель? Конечно, анализируешь в любом случае. Хорошо, давай выпьем и перейдем к самому главному цветочку твоей жизни. Вопросы про член? Да, сегодня вопросы про член. Ксения, твоя супруга. Никто не знает, как познакомились? Человек тоже в этом бизнесе. Мы вместе, наверное, на год больше, чем стендап клуб существует. Познакомились в институте, я закончил специалитет, год пропустил, потом пошел в магистратуру и после этого уже познакомился с Ксюхой. Ксюша до тебя к стендапу не имела никакого отношения, она просто очень крутой организатор. Вот как так получилось? Я просто хочу быстренько сделать рекламу, о которой Алексей меня не просил, естественно. Фестиваль Punchline, который организатор SEO этого всего является Ксения, супруга Леша. Давай нашим зрителям объясним, что такое Punchline. Ребята, фестиваль комедии, на котором можно сходить на сольные концерты всех стендап комиков, в которых есть концерты, посмотреть лучший материал всех молодых комиков, посмотреть на Росбаттлы, посмотреть вообще, что происходит в России с комедией. Ладно, хорошо, хочу сделать выдержку из твоего выступления. Недавно я пил с подружкой, она говорит, чувствуешь суп какой-то отстойный? Я говорю, нет, нормальный суп. И она такая, нет, ты просто не понимаешь, у женщин больше вкусовых рецепторов, чем у мужчин. Поэтому я могу понять, что этот суп отстойный, а ты нет. Мы сейчас в этом шоу должны разобраться с этим вопросом. С каким? Ну, как минимум, отстойный суп или нет. Рубрика Отстойный суп. Перед рубрикой надо махнуть. За твое умение придумывать рубрики. Спасибо. Я думаю, что вообще в каждом доме на четвертом этаже, знаешь, такой запах характерный. суп. А, с четвертого этажа. Да, если это в каждом вообще подъезде. Понял, понял. И у нас живет там Мила Петровна. Что это там за шум внизу? К нам пришел герой. Какой? Алексей Квашонкин. Может посмотреть пойти, что это там за Квашонкин. И Мила Петровна точно разбирается в супах. Тебе нужно попробовать каждый суп и сказать, какой из них отстойный. То же самое сделает Мила Петровна. Она как жюри точно определит, какой отстойный, а ты предположишь. Мила Петровна, радость моя. Давайте поаплодируем, заходят в студию. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. О, Мила Петровна. Для вас, Милочка. Да, но мы будем это делать с закрытыми глазами. Так, я вам выдаю ложечки каждому. Вот первая, аккуратно. Так, Мила Петровна, вы у меня первый попробовали, да? Давайте я его отодвину тогда. Вот это второй. Слушайте, на самом деле, если разогреть, было бы вкусненько. Ну, дело в том, что мы пиздели очень много. Было-то горячее. Да, да, да. Блин, я что-то подвох какой-то чувствую во всем этом. И третье. Мы масочки-то снимаем, что ли? Ну, вы уже снимаете, подождите, да. Алексей у нас пробует. Амочки, амочки за маму. Мила Петровна, не возбуждайте меня. Я же только здесь трогаю-то. Вы меня плохо знаете. Так, я разобрался, можно снимать? Да. И что, Алексей, вам не кажется, что вот какой-то вот из них, ну, очень отстойный? По-моему, все три супа ничего. Так вот, объясняю. Научно доказано, что у женщин вкусовые рецепторы развиты лучше, чем у мужчин. Вот поэтому я-то поняла, какой отстойный, а вы-то не поняли, какой отстойный. Отстойный-то есть. Желтый. Ну, желтый это вообще не, можно сказать, не суп. Я считаю, что самый отстойный, это вот борщ. Это вода подкрашенная, в борще должна стоять ложка. Если мужчину кормить вот таким вот отстойным супчиком, то ему надо съесть, чтобы наесться. Ну, ведро. Если это вкусно, то я балерина. А это есть морщина? Ну, это средняя, не, ну какая может быть морковь в грибном супе здесь. Они долбоебышка. Морковь не кладут, он грибной. Извините. Ты что при Миле Петровне? Мне с ней жить еще, я на третьем, она на четвертом. В каком смысле переведите. Милая Петровна, спасибо вам огромное. Вы выпить не хотите? Нет, я не пью. Вот арбузик я бы не отказалась. Ты что, Мила Петровна никогда не пьет? Угостите меня арбузом. Все что угодно, только пожалуйста, извините нас ради бога, что мы вчера очень сильно шумели. Ну, это бывает, что же мы привычные. Удачи вам. Развивайте рецептор, мальчики, развивайте. У тебя есть номерок? Конечно. Опять я хочу тебе кусочек с твоего выступления зачитать. Лесбийский секс это же глупо с точки зрения механики. Вот прикиньте, если бы люди в древнем Риме пришли выбивать ворота крепости с воротами от другой крепости. Знаете? Пришли, стоят шлепают воротами ворота, на стенах всем неловко пиздец. Что это такое? Я про то, что лесбийский секс не продуман с точки зрения механики. Тебе не кажется, что сейчас в двадцатом вот буквально два-три года уже новая этика и ты как-нибудь с ней сталкиваешься? Слушай, я с тобой согласен, что новая этика. Ответ да, смог бы. По мне так люди, которые сражаются за чьи-то права, их не может оскорбить такая шутка. Единственное табу, которое должно быть, это табу на наличие запретных тем. Мне кажется, здесь в стендапе может быть вопрос смешно-не смешно, а не вопрос обидно или не обидно. Человек должен иметь право говорить и рассуждать на любые темы. Если ты шутишь на эту тему так, что всем в зале за тебя неловко, то, скорее всего, это плохая шутка и не стоит ее больше шутить и сделай выводы. Если ты поднял пусть даже неудобную для кого-то тему, но так, что человек, который всегда над этой темой с серьезным лицом сидит, а потом начинает улыбаться, это значит, что шутка хорошая и ты точно имеешь право ее пошутить. Ты знаешь, сколько раз я делал это? Это самое сложное упражнение. Найти феминистку в зале и довести феминистку до смеха сексистскими шутками. Это же просто раздолье. Ты видишь, как у человека меняется вообще отношение к жизни. Здесь вопрос доверия комику. Это следующий более глубокий уровень. Короче, тебе писал кто-нибудь из девчонок после этой шутки, что блин. После этой нет. После моего блока про феминисток писали. В тот период, когда была написана эта шутка, проблема была не настолько острая. Вот, вот о чем я говорю. Вот и поэтому был мой вопрос. 2020 ты бы сейчас написал такую шутку и смог бы сказать? Чтобы написать такую шутку, тебе должны мысли прийти в голову. Я думаю, что вряд ли. Мне сейчас другого рода приходят мысли в голову. Сейчас будет сольник, будет настроение, послушаешь о чем думаем в 2020. Подождите, а когда концерт? 29 в клубе. Последующий. А потом у нас, просто видишь, потом туры начинаются. 13 сентября мы в Воронеже с малым выступаем. 20 сентября в Питере. А все остальное вы сможете посмотреть в описании, а также в инстаграме Алексея Квашонкина. Давай лучше зачитаю тебе твит. Почему все люди в кожаных куртках выглядят так круто? Этот твит пролайкало 3000 человек. Но нашелся человек, девушка, которая сделала твит в ответ. Лех Квашонкин носит кожанки, а его уже ничего не исправят. Поэтому я бы поспорила. Знаешь, Кат, почему я начал носить куртки такие? Я сколько кожанок покупал, они все до сих пор дома и все в хорошем состоянии. Все старые куртки становятся старые, сраные, грязные, с такими рукавами, бахромой. А кожаные куртки, с ними ничего не происходит. Блин, удобно как, вот кожаный ребенок, например. Сразу кожаного заводишь ребенка, чтобы он был надолго, а чтобы он не все потертый был, как ребенок из ткани. Ну, блин, не очень удачный пример. Какое, например. Еще я родился, наверное, в 90-м году в Кузьминках. Генетический код? Да, да, в другие времена, знаешь, говорили, ребенок в рубашке родился. А в Кузьминках в 90-м говорили, человек в кожаной куртке родился. Это гениальный переход к рубрике. И рубрика называется кожаные ублюдки. И это самое банутое шоу на Пете любит выпить. И мы выбираем самую классную кожуху, все верно. У тебя будет три номинации, у тебя будет несколько кожух. Давайте посмотрим, вот он экземпляр номер один. Посмотрите на эту прекрасную кожаную куртку. Какой цвет, какая фактура. Готовы поставить баллы из десяти? У меня своя методика. Своя методика, хорошо. Я ставлю буквы. И экземпляр номер два, проходите, пожалуйста. Оу, секси мэн. Слегка вытянутые карманы. Говорит о том, что он очень часто держит ручку здесь. Давайте экземпляр номер три сразу. Ооо, это самый тусовочный экземпляр, между прочим. Ой, мне кажется, этот экземпляр очень хочет рекламу авиасейлз. Польз дешевых авиабилетов. Да, это вы и так рекламируете авиасейлз. Давайте я покажу вам быстренько. На скорую руку рекламы авиасейлз. Эй, дружище, а где ты обычно покупаешь авиабилеты? В смысле, это же очевидно, я покупаю их в авиасейлз. Ооо, авиасейлз намного лучше, чем моя мать. Вот это реклама. И экземпляр номер четыре, проходите, пожалуйста. Боже, ооо, это серый цвет. Секси приманка. Ну-ка, шлепни себя. Тебе больше бал ставит. Можно пройти, пожалуйста, экземпляру номер пять? Спасибо. О, боже, кто это? Это известный блогер, наверное. Да, пройдите, пожалуйста, потому что, извините, но у меня джинсы не резиновые. Сейчас записываю, записываю. Странная хуйня. Не-не-не, не говори вслух, ты не должен. И экземпляр номер шесть. Пройдите, пожалуйста. Боже, вот настоящий мачо. Ооо, это как в магазине на диване. И последний экземпляр. Я хочу надеть его кожу прямо сейчас. Гар, братан, можно вопрос? Да. Ты приехал в три часа ночи из-за этой хуйни. Ну, правда, я когда выезжал из стендап-клуба, ты был еще там. Я до тебя приехал какого-то хуя. Я не знаю, как ты так передвигаешься. А мы пришли поругаться на камеру. Да, давайте. Давай выпьем. Давай. Я хочу посмотреть седьмой экземпляр еще раз. Хочу, чтобы он продефилировал. Правда, пусть он продефилирует. Легко, мы превратились. Хорошо, и сейчас главное, главное событие этого года. Давайте начнем с номинации главной, да? Куртка, в которой вы бы кадрили девчонок. Серая куртка номер 4. Оооо, номер 4. Вы пока выходите в финал, но сейчас негативная номинация. Она отвратительная, но тебе придется это сделать. И сказать, какая куртка самая отвратительная. Номер 5. Полная хуйня. Да, вот так и написано. Куртка, 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 куртка. А, я неправильно сказал. Куртка номер 5. Хуйня, а человек в ней... Ну ладно. Извините, пожалуйста, а можно Виталия вывести отсюда? Теперь мы выбираем вторую номинацию. Куртка, в которой ты прекрасно... А что именно не понравилось? На самом деле, куртка в целом, в целом, она ничего. Просто внутри куртки был такой странный человек. На самом деле, знаешь, в чем дело? Дело в том, что я... Пойдем. Я объясню тебе. Так, у нас две куртки ушли. Бедняга. Итак, в какой куртке ты бы прекрасно уснул? Ну, где-нибудь на скамеечке, например. Я думаю, я спал бы с Гариком. А, вопрос был в куртке. Так, а я бы думаю, что на земле, на холодной, да прям, я бы спал в куртке номер один. Она самая толстая и... Хорошо, и последняя номинация. Самая мягонькая курточка. Самая мягонькая, та, в которой Гарик. Уважаемые участники, вы можете пройти обратно. Финалисты. Это куртка номер семь, куртка номер четыре и куртка номер один. Ну и все, награждай. Данной сигаретой награждается участник номер один. Под ваши аплодисменты. И в подарок вам тост. За ваше здоровье. Давайте дальше. Во второй номинации побеждает куртка номер четыре и человек внутри нее. Все. Ура. Спасибо. Вам в награду тост за родителей. Всего доброго. Я не курю. Да, я знаю. Я знаю, Гар. И в последней номинации награждается Гарик Агнесян. И я хотел бы пригласить его выпить. Передача называется «Петя любит выпить». Давайте выпьем тогда. Ребят, я бы хотел сказать вам тост, но закончит его Гарик. Жизнь, она, знаете, она как дорога. А дорога, она как бы ведет нас вперед. К блогерам. Значит он бы еще три часа говорил. Как тебе, во-первых, я в роли ведущего, во-вторых, как тебе кожанки? Ну, тяжелый конкурс. Ты все равно самая лучшая. Тогда после этого прекрасного конкурса выпьем по стопочке и ты ответишь на главный вопрос этого шоу. Три твоих самых любимых блогера. Три любимых блогера, значит, наверное, тогда это и драк. У него нет своего канала на ютюбе. Ну, это стендап-клуб канал его. Малой. Окей. Стендап-клуб это тоже его канал. Хорошо, давайте просто стендап-клуб выделим. Да. Слушай, не знаю, я мало смотрю контента. Но из того, что смотрю, может Парфенов. Парфенов. Парфенов я смотрю их. Кайф. Навальный. Просто жалко его стало? Нет, я... Следишь за ним? Да. Слушай, я и новости смотрю. На ютюбе прям смотрю новости первого канала. Так надо делать. Зачем? Чтобы понимать, что там пытаются внушить. Конечно, надо смотреть новости эти и новости эти. И тогда ты, сопоставляя факты, примерно можешь диапазон правды выяснить. И последний вопрос этого шоу. Три твоих самых нелюбимых блогера. Смотри, ребята, которые вешали таблички на машины. Лев против? Нет, нет, нет. Стоп хам. Давай объединим их в одно движение. Лев против, стоп хам. Любые общественные движения, которые делают несовершеннолетние неумные парни. Третье, пусть будет Бузова. За что ты это? Она, несмотря на то, что сама не неприятная, она вдохновила очень много неприятных людей. Делать то, чем она занимается. Согласен. На что, давай выпьем. Давай за подписчиков ваших, за подписчиков наших, за них всех, за то, что они. Так ты вроде нормальный парень. Пусть будут это одни и те же подписчики. Я тоже думаю. Отлично, замечательно. Спасибо, приеду познакомиться опять. Да. Знаешь, что подумал? Что? Если бы такие замечательные шоу были бы в СССР, то представляешь, у меня дед, получается, был бы не алкоголик, а известный блогер. Мы с тобой оба, если бы не современная эпоха с ее возможностями, могли бы быть просто алкашами. Спасибо, YouTube. Есть о чем поразмыслить. Пока. Мам, привет. Забыл. Она реально досмотрела до этого момента. Мама, я думаю, забил и хуй. СМЕХ ПЕСЬ ЮБИТ КРИПИТС ПЕСЬ ЮБИТ КРИПИТС